Мы освежим, конечно, перед приемкой школы, перед началом учебного года, будет все сделано, все это доведено, но сейчас пока средств много не хватает. Именно здесь сделал первые маленькие шаги в большой спорт известный хоккеист Алексей Черепанов. С тех пор, за три десятка лет, здесь мало что изменилось. Он пошел в школу у нас в селе, здесь он родился, здесь Алексей Черепанов занимался, все азы спортивные, с помощью у него папа тренером работал, вот здесь, в школе. Такие залы есть далеко не в каждой школе края. Дело в объемах, здесь почти тысяча квадратных метров. Десятиметровые потолки позволяют тренироваться различным игровым командам, например, волейбольная, где как раз нужна такая высота. Ученики жалуются на покрытие, которое скорее напоминает решето. Конечно, поменял. Когда падаешь, можно пальцы сломать, поломать, попадешься в какую-то дырку и все. О таких травмах и многих других теперь ученики забудут надолго. Преподаватели забудут о бесконечных латанях кровли. Любой дождь превращал стены в русло, по которым бежали ручьи. Отсюда плесень, грибок, отлетела штукатурка. Как заявил Виктор Томенко, этот объект важен не только для села, но и всего района. По Озерской школе мы средства уже выделили. Порядка 10 миллионов, немного меньше. Там софинансирование муниципалитета предусматривается. И школу, вернее, спортивный зал, который при школе, и на самом деле, который работает, конечно, на все село и очень достойно выглядит с точки зрения параметров своих, конечно, за два месяца можно будет и нужно будет привести в порядок. Привести в порядок необходимо еще 49 подобных сооружений. Старт уже дан, финиш 1 сентября будущего года. А вот играть в волейбол в новом зале Озерок можно будет уже в ноябре. Именно тогда здесь планируют завершить ремонт. Кирилл Политов, Александр Антропов. Наши новости.